Ола, амиго, с нас связи Матвей. Вот мы наконец-то и дождались 16 сезона Фортнайте, потому что лично я уже задолбался бегать в 15-м и с нетерпением ждал этого обновления. И как по итогу оказалось, совсем не зря. В сегодняшнем ролике я бы хотел с вами поподробнее обсудить новый сезон Фортнайте, что добавили, что убрали и в общем посмотреть, как изменилась наша игра. А поверьте мне, в игре очень много чего изменилось и я смело могу сказать, что этот сезон по-своему особенный. И прошу заметить, в этом видео я вам не буду банально рассказывать, какие же локации добавили, какие убрали, какие оружия новые добавили. Я уверен, вы это все сами уже прекрасно знаете. Вы либо успели поиграть в новый сезон, либо вычитали это в новостях. Я хочу вам рассказать про такие незаметные, на первый взгляд, изменения в нашей игре, которые касаются не самой игры, то есть как она выглядит, а конкретно ее геймплея и что ее ждет в дальнейшем. Ну а также выскажу свое личное субъективное мнение по поводу нового сезона, что я о нем думаю, что я от него жду в дальнейшем и эмоции, когда я первый раз зашел в игру, скачав обновления и тому подобное. И конечно же, так как вы попали на самый крупный и единственный канал по мобильному Фортнайту во всем СНГ, я расскажу, какие изменения претерпела игра конкретно в своей мобильной версии. Да-да, я играю в Фортнайт на телефоне и к удивлению, такие обновления тут тоже присутствуют, что естественно не может не радовать мобильное сообщество игры, так как вы знаете, Epic Games давно забили на Фортнайт Мобайл. Ну а обо всем этом по порядку мы поговорим в сегодняшнем видео. Ну а перед тем, как мы начнем, если вы впервые на моем канале и если вы так же, как и я, играете в Фортнайт Мобайл, да даже если вы играете в Фортнайт на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы сможете найти единственный и самый лучший контент по Фортнайт Мобайл во всем СНГ. Мы как раз таки тут вчера преодолели отметку в 10 тысяч подписчиков, осталось премножить это число в 10 раз и все, я могу считаться полноценным ютубером. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня и именно мой тегавтор мотивкар в вашем рожденном магазине Фортнайт, смело водите и покупайте исключительно с ним. Боевой пропуск этого сезона, кстати, вышел намного лучше, чем 15 сезона и естественно намного-намного лучше, чем 14 сезона, так что я вам крайне рекомендую его приобретать, я вас уверяю, вы не пожалеете. Ну а если вы его будете приобретать, то также не забывайте предпокупкой вводить мой тегавтор мотивкар к себе в ежедневном магазине Фортнайт. Также вы можете делать скрины в ваших покупках с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВКонтакте, ну или в специальный канал в нашем дискорд сервере. Ссылку на все это вы найдете в описании, потому что таким образом вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Ну а также не забывайте, что теперь я читаю именно трех пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео. На этот раз огромное спасибо Котяре, Котейке Ебой и Жареной Пицце, очень рад, что вы смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли и теперь давайте я вам расскажу, какие изменения принес нам новый 16 сезон Фортнайте в его геймплее и какие перспективы есть у этого всего. Прежде всего хочу обратить внимание на то, как эпики нам преподнесли новый сезон. Мы привыкли, что обычно в конце очередного сезона эпики показывают нам ивент, связанный с сюжетом игры. Естественно, это очень сильно радует игроков и в общем поднимает интерес к игре, но в этот раз они поступили совершенно иначе. У нас было что-то наподобие ивента не в конце прошлого сезона, а в начале нового. И причина этого всего лежит в том, что эпики просто хотели, чтобы каждый игрок смог поучаствовать в своеобразном ивенте. Потому что, насколько вы знаете, обычно на ивенты в Фортнайте приходит дохренища игроков, а сервера Эпигеймс не резиновые. И часто бывает такое, что некоторых пользователей просто не запускают на события. Так что, скорее всего, все следующие ивенты в игре будут наподобие этого. Опять же, это не точно, может Эпигеймс просто пока что тестирует данную технологию. Но в любом случае, мне всё понравилось. Теперь давайте обсудим сам новый шестнадцатый сезон. Начнём с того, что, по моему мнению, данный сезон это самое глобальное обновление в нашей игре. По крайней мере, я бы дал ему второе место после обновления первого сезона второй главы. Во-первых, большая часть нашей карты изменилась кардинально. Во-вторых, в нашей игре были изменены 99% всех оружий. В-третьих, механика Фортнайта тоже очень сильно изменилась. Давайте сейчас обо всём по порядку. Первое, это карта. Как я и говорил в начале ролика, вы все уже прекрасно знаете новые локации, так что заострять внимание я на них не собираюсь. Но скажу одно, новые локации по праву можно считать инновационными для нашей игры. Новые локации мега интерактивные по сравнению с предыдущими. А если быть точнее, они интереснее, сложнее и интерактивней. Сейчас объясню. Возьмём, к примеру, лучшую новую локацию предыдущего сезона, Колки и Баш. После высадки в ту локацию, наши дальнейшие действия были примерно такие. Лутаемся, ищем ресурсы и затем ищем врагов, чтобы вступить с ними в бой. Ну и начинаем там билдфайтиться, в общем, всё как обычно. В противном случае, если ты не фатишься, то просто спрятавшись, пережидаешь всю эту суету вдали от всех. Теперь возьмём, в пример, новую лучшую локацию этого сезона, под названием Башня. Ну, начнём с того, что здесь есть свой босс, которого ты можешь убить, и который также может убить тебя. Это добавляет, во-первых, интерес к локации, что сюда падает больше народа, чтобы заполучить его мифическое оружие. Во-вторых, это также подогревает интерес в том плане, что опасаться на этой локации тебе стоит не только других игроков. Да и вообще, в предыдущем сезоне у нас был своеобразный босс Мандалорец, который непонятно где ходил, и из-за убийства которого тебе давали непонятно какие вещи. Абсолютно бесполезный джетпак и такая более-менее нормальная винтовочка. В 15 сезоне на босса все забивали болт, потому что лут с него падал посредственно, да и воевать с ним было не к чему. А со 2 сезона 2 главы мы привыкли, что если у нас есть босс на карте, то с него обязательно падает какое-то имбовое оружие. В 14 и 15 сезоне мы потеряли эту фишку, и наконец-то теперь мы снова к этому вернулись. Потому что дробовик со Стража Башни падает реально имбовый, но об оружии мы поговорим чуть позже. Давайте вернемся к интерактивности наших новых локаций. Во-вторых, локация сама по себе построена необычно. Не знаю, как это точно объяснить, но вот чувствуется, что эта локация живая, что здесь что-то происходит. Она как лабиринт запутанная, и тебе интересно ее исследовать. Потому что, опять же, в предыдущем сезоне колки и башни привлекали к себе народ только чисто из-за ностальгии. А вот про другие локации по типу Колизея или Огражденного сада после начала сезона вообще все забыли. Да и в самом начале они меня так себе привлекали, потому что в саду я вообще пару раз за весь сезон был. Колизея я был намного чаще, но это чисто из-за того, что мне надо было видео снимать. Ну а так чё, обычные локации для того, чтобы прийти, залутаться и уйти. А эти локации, они живые, здесь всегда происходит какой-то движ, они интерактивные. Ты никогда не сидишь на месте, ты постоянно оглядываешься, потому что что сзади, что спереди, хоть сверху к тебе могут подойти со всех сторон. Новые локации специально так построены, чтобы ты не сидел на месте и постоянно был вовлечен в игровой процесс. Ну а также очень сильно радуют интерактивные элементы по типу зиплайна. Насколько вы знаете, они тоже претерпели небольшие изменения. Вот реально, я вот сейчас по зиплайну катаюсь, и это совершенно не то, почему я катался в предыдущих сезонах. Они тоже стали намного динамичнее, в общем, я думаю, если вы на них катались, вы меня прекрасно сейчас понимаете. А учитывая, что локация башня просто кишит этими новыми зиплайнами, то экшен на всю игру вам обеспечен. И это относится не только к локации башни, это относится ко всем новым локациям. Просто если их сейчас по отдельности все обсуждать, то ролик затянется минимум на полчаса. Если хотите, могу отдельно сделать видео по этой теме. Теперь давайте поговорим о новых оружиях. Насколько вы знаете, теперь из старых оружий можно на карте встретить только пампу и автомат. Также еще есть револьвер, но мы его 300 лет в игре не видели, так что будем считать, что это оружие новое. Все остальные оружия абсолютно новые, которые мы раньше еще не встречали. В предыдущих сезонах, если добавляли какое-то новое оружие, то их было обычно не больше 5 штук. Но их спокойно находили на карте, тестировали и потом забивали на это все большой болт. Сейчас же все оружия для нас на карте в новинку. Все они со своей новой механикой, которую мы прежде в игре не наблюдали. И мы не считаем их посредственными, как это было раньше. Раньше для нового оружия мы освобождали всего лишь один слот, максимум 2. А так мы прекрасно знали свой инвентарь, это дробаш, ппх, автоматы и какой-то там хил. Сейчас же мы вынуждены с основания менять свой инвентарь, изучать оружие, комбинировать их с другими и смотреть, что с чем лучше всего сочетается. При этом они все максимально сбалансированные. У нас есть очень мощный дробовик, в обойме которого всего лишь 2 патрона. И у нас есть дробовик, в обойме которого 12 патронов и он стреляет как ппха. Но при этом урон у него не такой уж и большой. Теперь мы думаем, что с чем лучше сочетать. Взять один мощный дробовик на 2 патрона плюс ппху или заменить их одним скорострельным дробовиком. Тут можно по-разному размышлять, так что я думаю, скорее всего засниму отдельное видео по этому поводу. Также не могу не подметить необычный дизайн всех новых оружий. Они великолепно прорисованы, специально по стилистику нового сезона. Они необычные и интересные, их аналога мы не можем найти в реальной жизни. И это только подогревает к ним интерес. Это я еще про новый лук в игре молчу, потому что, насколько знаю, он имеет несколько разных вариаций. Грубо говоря, кажется, что все новые оружия будто из временного режима, и я даже не представляю, что с ними будет после 16 сезона. Ладно, это в принципе все, что я хотел сказать по поводу оружия. Давайте перейдем к одной из последних тем этого ролика, а именно, как изменилась сама механика игры. В принципе, про динамичность и роль локации в изменении игрового процесса я уже высказался. Хочу поговорить про изменения, которые мы прежде в Fortnite еще не видели. А именно, больше всего меня привлекает добавление животных. Мне кажется, что Fortnite начал превращаться в какой-то ММО-РПГ игру. Ты тут пытаешься не только убить врагом и остаться последним выжившим, но а также ты можешь выполнять всякие задания от различных персонажей, убивать животных, собирать из них ресурсы и апгрейдить через эти ресурсы свои оружия. Да, кстати, кто не знал, то при убийстве крупного животного по типу волка, вам выпадают окорочок и кости. С помощью окорочка вы можете пополнять себе здоровье, а с помощью костей вы можете апгрейдить себе оружие. Да, апгрейдить оружие теперь можно не только у ботов за золото, но а также это можно делать самостоятельно в своем инвентаре. И мне нравится такой путь развития, потому что с помощью этих обновлений наш игровой остров становится живым. Мы его больше не воспринимаем, как просто остров, на котором между собой сражаются 100 игроков. Теперь, помимо игроков, на нашем острове есть другая жизнь. Много всяких персонажей, животных, с которыми ты можешь взаимодействовать и которые прямо влияют на игру. Именно это сейчас подогревает такой интерес к Фортнайту. Вот почему в PUBG, например, сейчас никто не играет. Всем надоел тупой однообразный геймплей, все устали играть в эту игру. Потому что банальное добавление новых карт, добавление новых оружий, добавление новых скинов, это не делает игру интересней. Игру будет делать интересней регулярно обновляемый игровой процесс. Поэтому я и могу назвать 16 сезон игры Фортнайт прорывным в этом плане. Если Фортнайт бы только обновлялся новыми картами, новыми ивентами, я уверен, он бы так же устарел, как и PUBG. Ну а теперь под конец, как и обещал в самом начале, хочу рассказать вам изменения, которые принес нам новый сезон Фортнайта, касающиеся конкретно мобильной версии игры. При запуске обновленного Фортнайта, я заметил, что пропал командный центр. Очень сильно обрадовался, потому что я безумно рад, что убрали это, наконец-то никому не нужное дно. Я, как истинный олд мобильного Фортнайта, еще помню те времена, когда Фортнайт мобайл был без командного центра. Его, насколько я помню, добавили в 10 сезоне первой главы. И с самого начала я не понимал его предназначения. По сути, через него мы типа должны общаться по голосовому чату Фортнайт. Давайте начнем с того, что голосовой чат в мобильном Фортнайте по умолчанию дерьмовый. И вообще, зачем нужен голосовой чат в игре, если есть Дискорд? Ладно, даже так. Он хорошо работал на iOS. Но так как сейчас в Фортнайт на iOS не поиграешь, у нас остается Андроид. А вы даже себе не представляете, насколько лагучим был командный центр Фортнайт мобайл на Андроид. В общем, очень сильно рад, что его убрали, он только все усугублял. Ну а теперь самое замечательное нововведение, которое принес нам 16 сезон для Фортнайт мобайл. Похоже всего, нам наконец-таки завезли нормальную оптимизацию. Потому что обычно, после начала нового сезона, Фортнайт у меня дико лагает на телефоне, и 60 фпс у меня автоматически превращается в максимум 30. На этот же раз у меня было все великолепно, то есть я запустил Фортнайт, и у меня были стабильные 60 фпс. Думаю, вы только что вот на записи все видели сами. Это, кстати, была моя первая игра в этом сезоне. Искренне надеюсь, что у вас такая же ситуация. Обязательно об этом напишите в комментариях. Может, скоро такими темпами они фпс повысят? В общем, пока у меня для вас это все. Огромное спасибо за ваш просмотр и внимание к этому видеоролику, потому что над ним я очень долго старался, наверное, часа три. Если не учитывать саму игру Фортнайт. Так что обязательно, если вы досмотрели этот ролик до этого момента, то обязательно поставьте лайк. Уверен, он вам понравился. Также обязательно напишите в комментариях, что именно вы думаете по поводу нового 16 сезона Фортнайт. Будет крайне интересно об этом узнать. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Аста луэго.